Большое хозяйство – куры, гуси, утки, индюки. Кажется, такую ферму можно содержать только где-нибудь в сельской местности. Кроме этого, чтобы купить и разводить птицу, требуется определенный капитал. Ну и, конечно же, нужно работать, не покладая рук. Многие такой бизнес считают тяжелым, да и рискованным. Однако герой нашего следующего сюжета, несмотря на отсутствие пастбищ, недалеко от дома, все-таки решился завести хозяйство. И, стоит отметить, не прогадал. При финансовой поддержке краевой и районной администрации бизнес принес положительные результаты. О том, как заняться сельским хозяйством с нуля и получить доход от любимого дела, смотрите в репортаже моих коллег. Разведением индюков Анатолий Войтышко занялся около трех лет назад. Начинать приходилось с малого. Сейчас в хозяйстве порядка 250 голов молодых и взрослых индейок. Брали мы сначала и бролеров, и простых курочек, и делали, ну и уток, и даже гусей пробовали. Но на индюках остановились почему? Потому что хлопоты-то больше, но выгода тоже от них хорошо идёт. Были и трудности с индюками. Не удавалось долго подобрать корм. И дело не в том, что местные корма были плохими, рассказывает Анатолий. Просто индюки почему-то их не приняли. Начинался падёж. Сейчас таких трудностей уже нет. О программе субсидирования малых форм хозяйствования он узнал только на второй год разведения птицы. Теперь пользуется поддержкой администрации и доволен результатами. И я решил зайти в субсидию, в нашу сельхозуправление, по-моему. И зашёл, девчата, пожалуйста, документы собирал. Всё. Где-то 7-200 меня выплатили. Это уже кое-что есть. Правда, государство помогает. Очень. А никто людей не знает, наверное. Программа субсидирования малых форм хозяйствования существует уже на протяжении 7 лет. Субсидия даётся на приобретение животных, производство продукции животноводства, искусственное осеменение, приобретение системы орошения, строительство теплиц, содержание поголовья скота. Кроме того, возмещаются средства при ликвидации свиней с целью перепрофилирования на приобретение других животных. Технического оборудования для животноводства, птицеводства, кроме свиноводства. Желающие оформить субсидию должны обратиться в управление сельского хозяйства. Городские жители приходят к нам с первичной документацией, и мы им всё оформляем. Заявления пишем здесь на месте, регистрируем, составляем соглашения с ними, оформляем пакет документов. То, что касается сельских поселений, они обращаются в свои администрации. За прошлый год субсидией воспользовались порядка 420 человек. С начала этого года тоже немало сельхозников подали документы на получение поддержки от государства. Если не лениться, всем можно заниматься сельским хозяйством. Разводить и гусей, и уток, и кур, и крупный рогатый скот, говорит Анатолий Войтышко. Было бы время и желание. В скором времени Анатолий выйдет на пенсию и планирует расширить своё хозяйство. А с помощью субсидий количество собственных затрат на индеек значительно сократится. Розанна Ефремян, Павел Трифонов, Александра Тимовская. Программа «События».